Глава газовой столицы посетил новый терминал Новоуренгойского аэропорта. Благоустройство территории уже завершилось. Расширили дорогу, установили освещение, а озеленением займутся летом. Об этом рассказал исполнительный директор аэропорта. На финальной стадии уже и отделка фасада. Почти окончены работы по его подсветке. На необычную геометрию здания архитектора вдохновили традиционные ямальские чумы. То есть это два дня у вас на стенде осталось? На завершение работы по фасаду? Я думал, два месяца. Внутри будущего терминала у строителей кипит работа. Из новшеств самостоятельная регистрация багажа. Такой современной услугой сейчас могут похвастаться только крупные столичные авиаузлы. А совсем скоро смогут и ямальцы. На втором этаже зона торговли. Арендаторами стали как местные предприниматели, так и знаменитые франшизы. Три выхода на посадку на телетрапы. Как видите, здесь уже готовность всех подсветив очень высокая. Эти места там, они сейчас на сегодняшний день не закрыты, потому что там есть определенные установленные работы, клапана дымоудаления и так далее. Телетрапы аэровокзала оснащены системами обогрева и автоматической регулировкой температуры внутри тоннеля. Кроме того, в новом терминале есть теплый басгейт. Это тоннель для автобусов. Посадки на улице вообще не будет. То есть автобус внутри, басгейт и телетрап. Посадка исключительно в комфортных условиях. Вся. Сто процентов. А прилет? Прилет. Или телетрап. Или автобус. Или тоже автобус заезжает в басгейт и высаживает. Да, высаживает. Все основные и самые сложные этапы строительства завершены. Подрядчик приятно удивил Андрея Воронова. Уточню, что сроки открытия нового терминала аэропорта из-за санкций могли серьезно сдвинуться. Но похоже, что в этом году путешественников порадуют. В декабре этого года мы запускаем терминал в полном объеме. Начинаем обслуживание пассажиров в этом терминале. Строй готовности высокая. Сейчас идут, по сути, пусконаладки, где-то какие-то доводки. Наводим красоту и блеск. Новый пассажирский терминал станет крупнейшим авиаузлом Ямала с пропускной способностью 840 пассажиров в час. Его площадь – это почти 20 тысяч квадратных метров. Юлия Димитрадзе, Татьяна Забродина, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.